И теперь по порядку. Цифровое телевидение в каждый дом. Планируется, что уже в следующем году современная система вещания будет охвачена вся Волгоградская область. Сейчас в ряде районов Камышинском, Жирновском, Котовском и Юрюпинском идет возведение новых и переосначение действующих объектов, которые принимают эфирный сигнал. Официальный же запуск цифрового вещания намечен у нас на первую половину октября этого года. В эксплуатацию будет введен первый передатчик нового поколения. Степень готовности к этому во многом революционному событию сегодня проверили областные власти. Развитие темы у Елены Лыковой. Вице-губернатору Юрию Ковалю руководство Волгоградского передающего центра демонстрирует готовность к переходу на цифровое эфирное вещание. Установлены новые тарелки, они будут принимать сигнал со спутника, закончен монтаж антенны. С ее помощью цифровая картинка будет поступать на передающие устройства по всей области. Средняя высота подвеса антенны 186 метров. Антенна состоит из 8 этажей. В каждом этаже 4 панельные антенны. То есть всего 32 панели, из которых состоит передающая цифровая антенна. Вот-вот завершится сборка первого цифрового передатчика. Оборудование отечественное, выполненное по немецким технологиям. Сдача передатчика к эксплуатации предварительно намечена на 5 октября этого года. Это и даст официальный старт цифровому эфирному вещанию в нашей области. Пока оно охватит лишь Волгоград, Волжский и Городище. На первых порах использовать будут действующую телевышку. Строительство новой начнется в 2012 году. Давно, еще с 90-х годов, предпринимались попытки строительства новой башни. Но, к сожалению, сумма строительства довольно высока. И областному бюджету сложно было обеспечить строительство такого объекта. Нам удалось договориться с Федеральным центром о строительстве башни за счет средств из федерального бюджета, за счет как раз существующей программы. Обладателям современных плоских телевизоров для получения цифрового сигнала надо взавестись обычной антенной. До появления кабельных каналов они стояли чуть ли не на каждом окне. А тем, у кого бытовая техника старая, необходимо приобрести так называемую приставку. Ее стоимость сегодня от 1 до 1,5 тысяч рублей. По заверению Юрия Ковля, малоимущим и пенсионерам с покупкой такой приставки власти помогут. Сейчас этот вопрос стадии проработки. В целом же переход на цифру особенно важен для жителей сельской глубинки. Если сейчас в отдаленных поселениях доступны не более трех каналов, то новая система вещания кардинально изменит эту ситуацию. В первом мультиплексе, как я уже сказал, предполагается 8 телевизионных программ, 3 радиопрограммы. И в следующем году к первому мультиплексу добавится еще одна программа. Это так называемый губернский канал. То есть появится возможность вещания наших новостей областных практически в течение суток. Планируется, что уже к концу следующего года охват новой системы теле- и радиовещания составит 87% жителей Волгоградской области. К слову, до 2015-го, наряду с цифрой, сохранится и аналоговая передача сигнала. Это то, чем мы пользуемся сейчас. Елена Лыкова, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба. Продолжение следует...